всем привет меня зовут владимир павлов и я дежурный по кухне на телеканале еда самая обычная кухня которую вы можете встретить у себя дома сегодня буду готовить субпродукты сегодня буду готовить говяжий язык владимир павлов поварской профессии более 20 лет любит европейскую и паназиатскую кухни всегда и во всем придерживается принципа хорошо делать хорошо будет итак язык в ореховом соусе для этого мне понадобится картофель конечно картофель поэтому самое короче говоря долгая в этом процессе это конечно сварить язык и сварить картофель язык варится 4 часа 3-4 часа язык нужно сварить и друзья мои мы вас не стали томить ожиданием при варке языка язык уже я сварил и почистил теперь картофель значит картофель мы ты у меня я даже чистить его не буду смотрите я нарезаю вот такими вот кружочками прям в кожуре кожура достаточно чистая здесь нет каких-то зеленых пятен поэтому можно есть картошку с кожурой я вот периодически это делаю в принципе в этом ничего такого страшного нет для того чтобы процесс был совсем быстрый я беру горячую воду как выясняется я еще взял горячий сотейник вот добавляя горячую воду добавляю соль и беру картофель картофель мне надо сварить потом я его обжарю теперь что я буду делать дальше теперь мне нужно подготовить ингредиенты для языка значит что здесь у меня будет у меня здесь будут белые грибы у меня здесь будет лук лук шалот чем он отличается он отличается не только ценой в магазине от обычного лука в большую сторону но он еще отличается более мягким вкусом более таким сладким ароматом после этого лука нету изжоги поэтому этот лук конечно очень хорошо себя ведет очень часто его можно встретить во французской кухне лук шалот его можно есть прям такими за эти большими крупными кусочками в отличие от трепчатого лука ничего страшного здесь не будет потому что он действительно вкусный поэтому смотрите вот такими вот лодочками я нарезаю теперь пару зубчиков чеснока блюдо очень быстрое опять же да если вы сварили уже язык поэтому можно его готовить достаточно легко и непринужденно ну и конечно грибы что касается грибов но здесь уже как вы считаете нужным как вам больше нравится кому-то нравятся какие-то лесные грибы кому-то нравятся только белые грибы кто-то может обойтись и шампиньонами здесь уже на самом деле на ваш вкус и кошелек в данном случае у меня вот вот такие вот белые грибы просто белых грибов очень сильный интенсивный вкус такой очень яркий поэтому хочется чтобы язык почувствовал себя действительно такой хорошей компании у него будет и лук шалот и белые грибы поэтому здесь у меня вот такие вот классные продукты смотрите значит лук есть чеснок есть белые грибы супер теперь сковородка ставлю сковороду сейчас надо ее нагреть и вы знаете что можно например картофель положить чуть-чуть тимьяна тогда он будет очень хорошо пахнуть смотрите тимьян оп положил тимьян чека чуть-чуть отлично теперь значит беру растительное масло растительное масло наливаю на сковородку и жду когда он у меня разогреется и язык прелесть его в чем он должен быть мягким если вы говяжий язык не доварили он будет у вас жесткий если его переварили он будет у вас как каша соответственно его надо там вовремя снимать поэтому обязательно следите за говяжьим языком как вы варить я думаю вы знаете вот и теперь смотрите у меня здесь язык готов кусочки языка я так нарезаю видео такие кусочки языка красивые когда его прижаришь этот язык слушайте вообще просто пушка получается значит теперь картофель пока я с вами тут разговаривал картофель у меня уже приготовился смотрите вот такие кусочки картофеля они уже все я их вытаскиваю сейчас из воды сейчас я их обжарю и после этого я уже буду обжаривать все остальное потому что не хочется мне пачкать много посуды теперь я беру картофель начинаю обжаривать обжариваю картошку просто до золотистого света и теперь мне нужно еще взять смотрите такая форма у меня будет для запекания можно например взять какую-то чугунную сковородку может если у вас есть чугунная сковородка то вообще можно готовить прям в ней и потом соответственно ее же поставить запекаться то есть как угодно и либо либо можете взять такую форму для запекания тоже будет прикольно поэтому теперь мне нужно что сделать теперь мне нужно обжарить просто все ингредиенты включая картофель и язык и лук и после этого соответственно уже поставить в печку запекаться это займет мне буквально минут 10 на 180 градусов поэтому ничего сложного нет соленый огурец и томаты я подам уже как гарнир сверху и так смотрите значит картофель у меня пожарился теперь для того чтобы вас не смущало такое обилие масла я немного его просушу вот так вот оп красота отлично теперь сюда же я выкладываю язык говяжий язык он у меня уже был отварен теперь мне нужно его просто хорошо обжарить опять же чуть-чуть масла растительного масла чуть добавляю и сейчас на такой хорошей температуре мне нужно обжарить язык значит что касаемо картофеля картофель вот так смотрите я выкладываю на дно посуды так отлично теперь вот эти все кусочки я переворачиваю отлично так теперь язык я выкладываю вот сюда же на картофель очень вкусно когда язык вареный и на нем такая знаете хрустящая жареная корочка понятное дело что все наверное вкусно с хрустящей жареной корочкой но поверьте мне когда язык у вас мягкий у нее такая мягкая структура сверху он будет такой знаете слегка хрустящий грубоватый а потом под этой корочкой будет скрываться такая мягкая консистенция вот это очень-очень-очень вкусно в этой же посуде я обжариваю лук сюда же добавляю сливочное масло лук шалот очень любит сливочное масло в принципе как и я поэтому добавляю к сливочному маслу немножко растительного масла да для того чтобы сливочное масло у меня не горело добавляю сюда сразу же чеснок и добавляю сюда грибы дальше сюда добавляю тимьян слушайте вот думал тимьян или петрушку но запах белых грибов сказал мне володя не тормози бери тимьян и будет класс поэтому я буду слушать свой внутренний голос и добавлю добавлю тимьяна немножко соли оп немножко перца буквально пару минут для того чтобы мне уже готовить из этого соус сыр сыр буду использовать сыр для запекания куда бы давайте прям натру сюда наверное можно брать любой сыр можно брать полутвердые сыры какие-то конечно сюда лучше всего вообще подойдет по мнению по моему мнению пармезан какой-нибудь такой знаете терпкий твердый сыр поэтому если у вас есть такая возможность купите что-то такое наподобие пармезана вот как у меня сейчас здесь процесс у меня подходит концу и теперь осталось дело за малым осталось взять ореховые сливки ну а сегодня я буду использовать ореховые сливки зину с жирностью 10 процентов это растительная альтернатива коровьим сливкам их можно добавлять в кофе или чай я бы рекомендовал их использовать при готовке мясных блюд блюд с морепродуктами супов соусов ну и конечно десертов кстати эти сливки можно замораживать а при нагревании они не сворачиваются и не пригорают они идеальны в пост а также для веганов и людей которые предпочитают здоровое питание и теперь я добавляю сливочную составляющую какая красота получается сливочно-гребной ореховый соус у меня сейчас здесь готовится для языка язык уже весь в ожидании ждет когда залью его вот этим сливочным соусом соус отличный получился мне очень нравится добавляю немного соли добавляю для пикантности немножко горчицы чуть-чуть горчицы добавлю смотрите вот она дижонская горчица зерновая зернышки горчицы сюда так вот оп и теперь в самом конце я добавляю сыр сюда в соус смотрите немного сыра оставлю для того чтобы посыпать его сверху и так смотрите перемешиваю теперь этот соус сыром посмотрите он завязался он стал таким смотрите какая стала консистенция стал такой мягкий очень насыщенный очень такой густой шелковый соус и теперь вот этот соус я добавляю к языку смотрите вот так вот так вот прям с овощами с луком с грибами сейчас язык пропитается вот этим вот грибным сливочным соусом с орехами здесь у меня еще и тимьян и лук шалот и чеснок сливочное масло теперь я смотрите посыпаю вот так вот сыром все это сверху и ставлю запекаться 180 градусов минут десять для того чтобы все это запеклось ну а ко мне в гости придут два шефа поэтому ребята старался готовил ну и как раз мне кажется по объему как раз будет на троих мужиков вот эта еда зайдет ну что осталось потерпеть 10 минут и мы снова увидимся далеко не уходить итак 10 минут промчались как одно мгновение и язык с грибами в ореховом соусе уже готов и не только язык уже готов а готовы уже шефы зайти на эту кухню потому что братья лавлинские евгений дмитрий сегодня приехали ко мне в гости ребята привет предала привет ну как вы добрались молодцы ух такие в татухах братья-близнецы евгений дмитрий лавлинский шеф-повара с 15-летним стажем творческие натуры один из них фотограф создает чудесные портреты второй художник предпочитает пейзажную живопись в перерывах между созданием шедевров оба не прочь прокатиться на своих байках ребята ну молодцы что приехали а я сегодня для вас приготовил очень интересную штуку как вы относитесь вообще к субпродуктам продуктам очень хорошо положительно ну так это положительно положительно я люблю желудки даже покупаю иногда скажи мне вот в грузинской кухне часто используют субпродукты конечно там есть такое замечательное блюдо как кучмачи кучмачи делается из ага я жива языка и сердце ага так делается с гранатовым соусом делается гранатовый фреш и все это увариваются получается специи зелень и отдается с маммологой конечно так отлично а в мексиканской кухне что-то похожее есть что транская ну я не практикую продукта нет нет да мексиканцы не едят да что в основном мексиканский ну вообще мексиканцы едят все вот если дать им свинину они сидят и и все вместе с кожей да вот так за это только кости то есть короче корову также не съедят корову да мы только язык они будут трогать да наверное язык мы не знаем что с ним делать вот хорошо ладно так ребят смотрите значит я приготовил сегодня говяжий язык с картофелем и запек его вместе с ореховым соусом и белыми грибами очень интересно вот такая вот история поэтому смотрите я хочу чтобы вы мне помогли теперь дело все в том что к этому блюду я хочу подачу положить рядом еще соленый огурец можно еще положить томаты черри я не знаю там зелень и также хочу вас угостить ореховым кофе ореховым рафом кофе арбит а поэтому да поэтому давайте кто то например whoa я не знаю кто то будет раскладывать язык кто то будет соответственно делать кофе давайте я уже устал готовить давайте вот шефа помогите мне немного итак давайте тогда ребят накладываете да еще кстати вот трюфельное масло сверху можно будет по личию трюфельное маслом слушать об этом нет не скажите у вас вот в два шефа они когда у вас не был желание например там не знаю вот поработать вместе или у вас всегда Кто-то будет на себя там, да, я шеф, нет, я шеф, нет, я так хочу, нет, я так хочу. Как это бывает? У вас не было такого никогда желания, может быть, как-то вместе что-то придумать, какой-то интересный концепт? Или как это у вас может быть? Да нет, мы бываем, устраиваем всякие, вот, там, так сказать, коллаборацию своих каких-то блюд, соединяем или обмениваемся, так сказать, опытом. Если вы работаете в разных ресторанах с разной направленностью, да, грузинская кухня, мексиканская кухня, не было ли у вас желания сделать какой-то совместный проект в плане ужина какого-то, знаешь, я не знаю, там, как вот сейчас модно делать, коллаборация, там, один ресторан приехал к другому шефу в ресторан, там еще как-то, вот, не было таких идей у вас? Нет, были идеи, но пока их, так сказать, не осуществили, пока только в планах. В планах все-таки есть? Конечно. Так, ну и сделать, например, представляете, сделать, например, грузинско-мексиканский ужин. Мы пробовали делать мастер-классы, но единственное то, что нам приходилось делать на какую-то определенную кухню. Угу. Вот. Ну, а бывало такое, например, что вы делаете вместе, не знаю, там, мастер-класс по грузинской кухне, и ты, соответственно, ассистируешь своему брату? Или наоборот? Ну, так в частности и происходит. Ну, мы друг другу как бы помогаем. Угу, угу. А вот, слушайте, ну вы близнецы, мне кажется, вам надо, знаете, как сделать? Как-нибудь ты приходишь в его ресторан, а ты приходишь в его ресторан, да? И такие, опа, привет, я Женя, привет, я Дима. И такие, значит, типа, я шеф. У нас, кстати, один раз случай был, мне пришлось, так сказать, заменить Евгения, так как он его делал на съемки. Так. Вот, и я пришел вместо него на кухню, к нему в ресторан, и персонал просто был в шоке. Они все путали со мной. Ну, подожди, но вы же это, типа, сказали заранее, что приедет просто брат? Нет. А, вот так вот сделали, серьезно? Да. И что, и что, реально не просекли? Ну, вот кто не знает Дмитрия, да, там, в моем ресторане, да, они как бы реально считали, что это я. Ага, слушай, вот это интересно. Ну, это было очень весело. Предлагаю добавить немного соленого огурца и трюфельного масла. Да. Трюфельный масло сверху, соленый огурчик. Да просто, я думаю, рядом, может быть, солом какой-то выложить. А томаты черри, знаешь, я вот подумал, томаты черри на самом деле надо было мне просто запечь сверху, наверное, немного. А как бы вы сделали, кстати, ребят, как бы вы сделали? Ну, я часто прокалываю, использую горелку, например. У меня сейчас очень много проходит томатов черри. Угу. Так. Я люблю, чтобы у них был такой колер. Все, сейчас. Твое желание исполнено будет. Горелку в студию! Вот, пожалуйста, ребят, все, что хотите. Пожалуйста, горелка пришла. Надо мне бы вас было позвать раньше, когда только еще грибы только резал, я бы все отдал бы вам просто. Стоял бы и любовался. Вот обязательно прокалывай, чтобы они не здоровы. Общего, смотрите, мне интересно, что у вас еще общего. У вас общая внешность. Это мы уже поняли. У вас общее дело в вашей жизни – это кулинария. Также вы еще вместе, там, и ты, и ты увлекаетесь еще мотоциклами, да? Гоняете на мотиках. Что еще общего в вашей жизни есть? Может быть, отдыхать вы вместе едете? Как вас вообще? Как вы живете? Как вы используете ваш досуг, проводите ваш досуг? Ну, досуг у нас разный. Так, а, вот, разный. Поэтому мы, когда у нас появляется свободное время, мы очень редко видимся. Угу. В основном на работе. Где-то встречаемся, где-то помогаем, приезжаем друг к другу, помогаясь с проработками и так далее. Я понял. То есть все-таки личная жизнь какая-то у вас все-таки? Личная жизнь, да, где-то у нас. Ага, я понял. Так, хорошо. А вот тогда чем вы занимаетесь еще, помимо... Вот, Дим, расскажи, ладно. Сел на мотоцикл, значит. По дороге забился татуху. Не, поехал, порисовал. Порисовал, приехал, поготовил. Что еще в твоей жизни присутствует? Чем ты еще увлекаешься? Чем ты занимаешься? Может быть, там, не знаю, ты любишь путешествовать или просто пить пиво после работы на диване? Нет. Пива нет. Я больше такой творческий, я обычно еду домой, я что-нибудь порисую, например. По делу, что не подумал, конечно же. На все надо будет время. Да и все. Я и дома так же готовлю просто много. У меня работа не кончается. Так же на природу, когда мы если собираемся и едем на природу, так уже готовлю. Так, хорошо, Женя, а у тебя как? Я все свое свободное время провожу на работе. Поэтому какого-то разнообразия. Ну, сейчас, тем более, сезон, большой объем работы, поэтому сейчас куда-то отдыхать, ну, как бы повара не могут себе этого позволить. Я здесь не просто завис с чайником, я взбиваю сливки. Вот такой интересный способ, благодаря которому вы можете взбить и молоко, и сливки. Вы вскипятили сливки, налили вот в этот френч-пресс такой. И теперь буквально вот две минуты, минута, вот так вот поделали. И у вас, смотрите, получается вот такая вот густая, плотная пена. Поэтому теперь мне нужно что? Ребят, теперь я беру кружки. Так, вы все с блюдом? Все у вас? Да, я думаю, что еще добавят петрушки. Давай, 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 давай. Все оплачено. Бери все, что хочешь, все, что здесь видишь. А я беру вот так вот кружечки, наливаю сюда взбитые ореховые сливки. Посмотрите, какие они получаются, как крем. Вот так, раз. Два. Вот такая пена, просто получается фантастическая пена, фантастическая консистенция. Очень простой и верный способ. Ну и теперь добавляю сюда кофе. Давайте, ребят, тогда не буду вас больше томить. Давайте садиться за стол. У нас все готово. Ну что, ребята, по язычку? Давай, давай, попробуем. Да, такие вот брутальные у меня сегодня гости. Два шефа и вот не менее брутальное блюдо. Говяжий язык с белыми грибами и ореховым соусом. Поэтому, ребята, давайте, не судите меня строго. Надеюсь, вам понравится. Так. Очень нежный. Ломается прям сразу. Очень хорошее сочетание языка и трюфельного масла. Я очень много использую у себя тоже на кухне. Нравится, да, трюфельное масло тебе? Да, вообще. Ну да, знаешь, это вот такая история, что язык как бы блюда из прошлого, а трюфельное масло – это такой продукт из настоящего, да. И вот несмотря на то, что вот они все в одной тарелке, мне кажется, очень неплохо. Ну, Дим, расскажи, как тебе-то? Ты как-то молчишь. Мне кажется, тебе не нравится. Как мне не нравится? Я не знаю, вот так тебе не нравится. Я поэтому молчу, потому что мне нравится. У меня занят рот. А-а-а. Угу. Очень вкусно. Хорошо сварен язык. Ну, а теперь давайте, ребят, попробуем ореховый кофе, ореховый раф. Вот такой способ взбития молока я вам показал сегодня. Такой, знаете, домашний, кустарный. Поэтому я вот не знаю, попробуйте. Знаете, я очень люблю, знаете, кофе, вот кофейные напитки люблю различные, молочные. Ммм. Очень плотная пенка. Угу. Очень такой насыщенный вкус ореха. Да, да. Очень вкусно. Ореховый. Вот я так подумал, можно заменить кофемашину. Да. Такой чайничек. А зачем, как говорится, зачем тратиться на капучинатор, когда можно просто взять, вот, купить чайник там за 500 рублей, и все получится. Слушайте, ну, я рад, что вы не зря приехали. Я рад, что я вас сегодня вкусно накормил. Я надеюсь, что вам все понравилось. Да, конечно. И вам, друзья, надеюсь, что тоже все понравилось. У меня в гостях были братья-близнецы, два шефа, братья Лавлинские, шеф-повар Евгений Мексиканская Кухня и шеф-повар Дмитрий Грузинская Кухня. Поэтому ищите ребят в интернете, меня смотрите на телеканале Еда. С вами был Владимир Павлов, дежурный по кухне. До новых встреч. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok